Автономные пожарные оповещальники без батареек, неперезараженные вогнетушители, супрац пожарные двери без замков. Без лишних порушений у пожарной безопасности выявили сегодня супрацовники МНС в Гомельском интернате, который належит будовничо-монтажному технику номер 716 филиала открытого акционерного товариства «Трест Белтрансбуд». Чему возникло столько небеспечных недохопов, доведалась Марина Джалая. Сюда воротовальники приходят не в першиню и, как правило, находят порушения. В лепшой часы в интернате не было ни одного пустого покоя. Тут проживало до 200 человек, а зараз у сего 37, из них 9 детей. Все семьи живут на разных поверхах высотки, а вот системы пожарной сигнализации тут нет. В заселенных покоях есть автономные пожарные оповещальники, але без батареек. На лесвичных пляцовках вогнетушители, але о малюсе непридатны до використания. Многие треба было перезародить некольких годов тому. На все зауваги у керівництва интерната отказ один – нема грошей, але об'яцають по мере махчимости ситуацию выправить. Действовать мы будем всегда, и после проверки, и не только. Рассчитывать будем только на свои силы, скажем так, по мере поступления денежных средств. Не поступления, а их заработка. Поэтому все, что указаны, недостатки были выявлены, будем устранять. Не все сразу, но постепенно. Поколь же отрымливается, что коли здарится пожар, то вся надея на швейцара. Так тут называется посада вахтера-интерната. В первую очередь позвоню по телефону 101, и 112 МЧС, и пожарная 101. Затем оповещу руководство своего начальника, ему позвоню. Он руководителям всем позвонит. Я потом набираю номера телефонов, которые у нас записаны, которые находятся люди в общежитии, и оповещаем все. Открываю запасные выходы, двери, и все эвакуируется. Олег, расслабили сотрудники МНС, этот алгоритм действий неправильный. После телефонования по номерам 101 и 112, нужно сразу оповещать людей, принимать экстренные меры по их эвакуации и тушить пожар. Потом встретить выротовальников и только после этого телефоновать к правительству. Ежедневно на территории Гомельской области проводятся мониторинги состояния пожарной безопасности объекта, в рамках которых пристальное внимание уделяется наличию исправности первичных средств пожаротушения, исправности систем автоматики объекта пожаротушения, дымоудаления. Также пристальное внимание уделяется отработке правильных действий персонала, в случае возникновения пожара и вообще знаниям своих действий в случае чрезвычайной ситуации. Дальше, интернат будущего монтажного техника номер 716 давно планует передать на баланс ЖРУП «Советская». Для чего нужно выполнить шерох потребований. Это как дробный ремонт, так и глобальные, вельми затратные працы, замена инженерных сеток и установка системы пожарной сигнализации. Сделать это самостоятельное руководство БМЦ не устанет. Стратному предприятию финансово не под силу. По коль же руководству нужно, как могу лучше, разобраться с затриманными предписаниями МНС, БОСУ против порушальников правилов пожарной безопасности, по выниках проверки, будет распочатый администрационный процесс.